Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, радио-журналист. Сегодня у нас в гостях Ларьяна Бойко, эко-блогер, лектор и радиоведущая, и Елена Колесник, организатор эко-лектория «Зелёная школа». Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про очень интересную и тему, которая набирает обороты в Украине. Это тема переработки вторсырья, тема эко-стиля жизни, тема того, как человек, который ранее не был экологичным, может поменять свои привычки и начать приносить пользу нашей планете. И лучше, чем вы, нам об этом никто не расскажет. Поэтому, девушки, скажите, пожалуйста, как начался путь каждой из вас, как раз в стиле, который сейчас называется «зелёный» или «эко-стиль»? Больше трёх лет назад, после Нового года, я, как среднестатистическая украинская домохозяйка, заглянула в своё мусорное ведро и поняла, что там очень много пластика. Настолько много, что просто очистки от картошечки некуда деть. А я ещё перфекционистка, я не понимаю, почему чистую пластиковую бутылочку нужно пачкать очистками от картошки. Или, например, ты кидаешь, а очистки выпадают. Потому что пластиковая пустая бутылка закрученная не даёт места. И, ну, просто такая божья мысль такая в голове у меня возникла. И я решила изучить, почему так много пластика, и можем ли мы от этого обойтись. Можем? Можем. Мой первый эксперимент 104 дня без полиэтилена доказал, что семья из четырёх человек, современная, которая живёт в современном городе, может не пользоваться ни одним кулёчком. Это трэш, ну, это прикольно, это возможно. Как реагировали, например, продавцы или кассиры, которые всегда стараются упаковать нам товар в полиэтиленовый пакетик, и когда ты говоришь им, что ты не пользуешься полиэтиленовыми пакетиками, это вызывает у них реакцию. Первое. Как начали реагировать ваши близкие? Вот вы изучили тему и начали сортировать. Как отреагировала семья? Ну, сначала не подумаешь, что это какая-то такая ерунда, как это происходит. Зная творческую маму, я подумаю, попустят через пару дней. Оно бы и попустило, если бы я не начала чётко каждый день писать в фейсбуке, что происходит. А происходил трэш. Сейчас, в принципе, уже сложно кассира удивить. Мне кажется, уже очень всё поменялось. Когда я начинала, тогда никто не понимал. Об этом не говорили, не было тем. Просто была одна ненормальная, которая приходит и просит мне паковать кулёчки. На моём опыте было такое, что мне в одном супермаркете, он уже, слава богу, закрылся и сжил себя. Всё-таки кулёчки, это такой злой рок для супермаркетов. Меня 30 минут мариновали, вызывали охрану. Продавцы отказывались отпускать меня. Мне нужно было в банку купить мясо без кулька. И я реально стояла, плакала, практически плакала посреди супермаркета. Я могла просто выйти, уйти, вытереть там сопли-слёзы. А могла вернуться и доказать им, что я же ваш клиент, я же ваши деньги. И я настояла. Упаковали? Да, упаковали. И после этого я поняла, что я всесильна. Скажите мне, как ходить по магазинам в такой ситуации? То есть мы все привыкли и, по большому счёту, многие из нас зависимы от кулёчков, потому что в них упаковываешь, что нужно брать с собой. И как готовиться к тому, вот, например, завтра человек хочет начать попробовать эко-образ жизни. Что он должен сделать в первую очередь и с чем он однозначно столкнётся? Я тестировала во всех возможных углах, со всех возможных, то есть я как партизан-железняк шла на амбразуру. Если я знала, что тут меня ещё не знают, я постоянно усложняла задания кассирам и продавцам, смотрела на их реакцию. Потому что я понимала, потом я всё это буду рассказывать людям и советовать им. Что можно делать уже прямо сейчас, с сегодняшнего дня, любому человеку, который находится, например, на территории нашей страны, когда вы приходите в супермаркет и покупаете, например, два апельсина или один, что там покупаю, один лимон, один огурчик. Сейчас пока не сезон, люди понимают, что там огурцы не стоят грести, а всё-таки хочется запах весны. Что делать? Вот он апельсин, он на самом деле не нуждается в кульке. Если это супермаркет, который даже не заставляет вас ставить на весы и клеить наклейку, идеально. Если всё-таки правила супермаркета гласят о том, что вы должны взвесить и стикер наклеить, пожалуйста, дорогие слушатели, читатели, пожалуйста, если вы покупаете что-то одно, особенно, например, капусту, веточку бананов, наклейте наклейку просто сюда. Это лай простейшая. И я предлагаю взрослым воспринять это не так, что давайте спасать планету, мы там свиньи все погрязли в грязи. Нет. Слушайте, это интересная игра. Это квест. Почему мы переплачиваем там по 800, по 1000 гривен за какие-то квесты? Да просто придите в супермаркет, наклейте наклейку на апельсин, придите к кассе, у вас будет адреналина не меньше. Самое простое это отказаться от лишнего, не начинать сразу со сложного, сортировать мусор, покупать баки. Ничьи, вам понравится без кулечка покупать? Вы выйдете с кассы с вот этим победоносным видом, что вау, меня не заругали. А если два апельсина? Или три? Если два апельсина, очень правильно, спасибо вам за правильный вопрос. После моих лекций, когда я забывала сказать, что идут с двумя-тремя, то на каждый апельсин клеили, и я говорю, хорошо, что вы не орешки купили. С орешками было бы сложнее. Как делаю я, и как я уже приучила кассиров супермаркетов в моем районе, я взвешиваю, например, 2-3-5, ну, если бы я брала 3 килограмма, я бы уже складывала там многоразовый мешочек. Но до 5, в принципе, мне удобно без кулька. Я их ставлю на весы, взвешиваю все 5, а стикер наклеиваю только на один. Теперь внимание, на кассе, когда подъезжает вот так вот, подъезжает к кассиру, ваша задача не упустить этот момент и показать ей, что, видишь, типа, это наклеечка. И уже проверено не один раз, если вы все правильно сделали, если вы не кричали, не нервничали, улыбались, показывали, что вот наклейка, стикер. У меня сработало в 100 из 100 случаев. Если кто-то здесь, вы говорите, вот наклейка, ну, они за 5. Что может делать кассир, если она сливается? Она просто может перевесить 5 штучек на своих весах, убедиться, что ничего не украли. Ну, в принципе, просто если бы не хотелось что-то украсть, то я пакет это сложила. И таким образом у вас ни одного кулька на 5 апельсинов, один стикер, я считаю, прекрасный результат. Лена, вы так делаете? Я так постоянно делаю. А какие у вас есть еще секреты по ПК-сообщения с людьми, которые, ну, например, просто не знают, что такое пакеты, я имею в виду с точки зрения их вреда, которые они наносят? Мне было немножко проще, чем вариант, у меня были дреды, я срезала их совсем недавно. И когда я приходила, и у меня вот здесь банан висит, здесь лимон, здесь кусок имбиря, и вот здесь вот наклеено на каждом пальце по стикеру, на меня просто смотрели, а, я понимаю, да, конечно, без вопросов. То есть вам внешний имидж сразу доказывал, что вот легче просто взвесить так, как она принесла. А как начался у вас путь вот в этой жизни? Ну, я с самого детства, наверное, понимала, что что-то с мусором не так, но я не знала, что можно с этим делать. А потом мы, я стала жить в Киеве на берегу Днепра, и мы каждый день ходили на пляж, и там было грязно, очень грязно. И мы с другом просто брали пакеты и, гуляя вдоль Домоста Патона, собирали эти, собирали мусор и приучили таким образом все кафешки, которые рядом, потому что мы берем у них пакеты, мы не свои пакеты приносим, мы берем к ним, рассказываем, что вот мы нас собирали, возьмите, выбросите. И таким образом мы сами собирали мусор, счищали пляж, мы приучили кафетерии собирать этот мусор, и мы вдруг поняли, что мы можем. Мы можем увлекать людей своей идеей, и на самом деле, как говорила Марианна, ого-го, сколько у нас силы и потенциала, и мы решили с другом сделать фестиваль. Фестиваль назывался Гвин Фан Фест, фаново автор сырье. И вот так вот я познакомилась с Экатесовкой, с Марианной, со всем этим движением, и теперь делаем фестиваль Зеленшкова. Девушки, а меняет, ну, обычно у вас какое-то одно событие в жизни, тянет за собой цепочку других. Вот что меняет начало экологического способа жизни? Может быть, это меняет окружение, может быть, это меняет способ мысли, может быть, это меняет хобби, увлечение. Вот лично в вашей жизни, что меняется с тем, когда вы становитесь экологичным? Меняется 100%. Абсолютно все поменялось. Поменялось все, что вы перечислили. Поменялось окружение с многими теми друзьями, людьми, с которыми мы общались. Сейчас, ну, я не могу сказать, к сожалению, нет. Жизнь на самом же деле меняется, все меняется, мы не можем хвататься за какие-то наши, там, наше прошлое. Это здорово, что мы можем развиваться. Моя личная жизнь, начиная с того момента, когда я стояла возле мусорника, если бы я знала, вот если бы я себе взяла за цель, там, все, я спасу планету, я буду, там, супер-вумен, супер-эко-вумен, да, там, хироу, я бы испугалась и подумала, там, ну, не-не-не-не, а так я подумала, ну, типа, без кулечка. Реально все поменялось. Во-первых, поменялось отношение. Когда я сейчас уже провожу лекции в школах и для компаний, я говорю, что я вам буду рассказывать сегодня о кулечке, об одноразовом, например, но это всего лишь как знак, это касается нашей жизни. Полиэтиленовые пакеты как символ нашего, нашей современности, и просто о нем можно рассказать, но это можно применить в любой сфере жизни. Моя жизнь изменилась, я нашла не только, как бы, свое увлечение, свою философию, я нашла свою работу, я нашла свое призвание, я многим чем занималась, и авторскими куклами, и фотографией, и швейной отрасли, там, у меня 20 лет опыта. То, чем я сейчас занимаюсь, это наибольшее счастье, потому что я это эгоистично делаю ради своих детей, и мне хотелось бы, чтобы все-таки у них была чистая жизнь, и сейчас уже повлекаю их, они сами повлекаются, мне некогда их учить, но просто не 125-й раз слушают, что я рассказываю другим, и они сами уже влияют на эту жизнь. Все меняется. Вот это было самой той капелькой, которая пошла и повела большие круги, и о моей истории, о том, что происходило, следили журналисты, практически там все СМИ наши украинские связывались, спрашивали, всем было интересно, и когда спрашивают, сколько же людей узнали о вас, потому что там у меня дальше прошли проекты, блоги, лекции, то я могу сказать, что миллионы людей знают об этой истории, и даже те, кто говорит, что вот так, бывает странная какая-то, но они все равно начинают задумываться об этом. Что такое полиэтиленовый пакет? Полиэтиленовый пакет все-таки малейки шкедник. Вот, если можно, о нескольких словах, почему, да? То есть, знаете, у каждого своя любимая мотивация, на самом деле, кто-то просто хочет изменить жизнь, я знаю моменты и очень согласна с мнением, что это очень классная психологическая практика, когда ты хочешь нанести порядок. В принципе, в жизни ты можешь начать с того, чтобы наводить порядок не просто в своем пространстве, в доме, а заняться сортировкой мусора. Очень концентрирует мозги. Но вопрос того, вот все-таки, какой символизм в пакет, знаете, как раз в пластиковый, в полиэтиленовый пакет? Полиэтиленовый пакет, он, знаете, просто мусор, маленький вроде, невидимый, легкий, но когда я начала изучать, у меня было такое ощущение, что все люди, которые заняты своей работой, заняты бытом, карьерой, детьми, у них как будто на голову натянут был этот полиэтиленовый пакет, и они видели все сквозь него. Или просто эти шуршики там где-то вот в мозгу были. И когда я начала эти пакеты не брать, мы посчитали, что мы 700 пакетов за 3 месяца не использовали, и около 500 пакетов я нашла на территории своей квартиры. Они были везде. Морозилки, обувь, одежда, белье, коробки, сувениры, книжки, все лежало в этих кульках. Вот я 700 не пустила и 500 выпустила. И я поняла, что как будто с моего сознания, как будто с моей головы я начала с ним поснимать, и снимать этот... И также это стало касаться и других одноразовых вещей, которые нам, можно сказать, втюхивают маркетологи. Например, одноразовая трубочка, вот пластиковая. Я настолько уже зеровейстер, настолько уже человек минималист, и то я попадаюсь на эти... Я вчера была на встрече блогеров, у нас там было 15 человек, я немножко опоздала, и я зашла и заказала глинтвейн. Я знала, я заранее знала, что это кафе, они обслуживают многоразовые посуды, я знала, что мне не нужно брать свою чашку, ложку, там, вилку многоразовую. И я зашла, заказала глинтвейн, и отвлеклась, потому что мне надо было там поздороваться с другими, незнакомая компания, такой некий стресс-абреналин. И, естественно, я забыла, что глинтвейн подают с пластиковой трубочкой. Когда мне принесли глинтвейн, думаю, сейчас дойдет про меня очередь сказать, кто я, чем занимаюсь, думаю, так, мы сейчас проведем тест, и оказалось, что у некоторых людей тоже есть такой одноразовый мусор. И вот эта вот трубочка, на самом деле, друзья, кто слышит, пожалуйста, не пользуйтесь в горячих напитках пластиком. Пластиковая трубочка, пластиковый стаканчик с горячим, это вообще просто страшно для организма. И я могу пить глинтвейн и без чашечки. Пластиковые контейнеры, кулечки в супермаркетах большие, которые нас заставляют покупать там за 3 гривны, почему я должна потратить свои 3 гривны за одноразовый пакет, который брендированный под супермаркет. Может быть, тогда супермаркет не должен заплатить 3 гривны за рекламу? Почему? Логично. А вот так вот потихонечку, разбирая, из чего состоит моя жизнь, мой быт, покупки в магазине, я стала понимать, что есть много вещей, которые мне вообще не нужны. Откровение. Вот инсайд был в этот момент, то, чем вы точно пользовались, а после перестали, потому что в этом нет необходимости. Вот где такие инсайды, если можно, самые яркие? Я не пользуюсь мусорными пакетами. Чем их заменяет? Для людей это стресс. Я скажу еще страшнее. У меня нет мусорного ведра. Как вы заменили? Я стараюсь, это вот то, о чем мы еще проговорим, это правила Zero Waste, которые помогают структурировать. Одно из правил это, я не покупаю того, что заведомо я знаю, не смогу правильно утилизировать. Если я знаю, что пластиковые одноразовые контейнеры, я не знаю, куда сдать, я не буду ехать через весь центр города, через весь город, то я просто не куплю. Я могу себя наказать. Если я не взяла вдруг с собой какую-то коробочку, я не готова купить, я не куплю, да. Ну окей, Миряна, сама виновата. Если, например, я забыла свою многоразовую сумочку, я купила пять яблок, я снимаю шапку. Да, я снимаю шапку, складываю туда пять яблок и типа несу. Такое тоже может быть. И вот эти вещи, вот эти нюансы, таким образом я стимулирую, в следующий раз я уже об этом не забываю. А есть, знаете, есть такое противоречие, что это надо носить с собой, да. То есть, ну получается, что на самом деле такой подход, он очень структурирует жизнь. Потому что ты помнишь, что ты делаешь там, когда ты идешь в магазин, что ты берешь с собой в магазин, что ты приносишь. А вот это вот структурирование все-таки на какие-то, может, быть деловые ваши процессы, да. Скажем так, я пытаюсь показать еще вторичные выгоды, потому что первичная выгода от этой истории состоит в том, ну, в твоем личном ощущении, да, то есть тебе в кайф или не в кайф быть экологичным. Да. Но есть несколько вторичных и психологических, и финансовых, и финансовых выгод экономия. Согласна однозначно. И вот, скажите, структурирует ли такой подход в принципе все остальное, что вокруг него строится? Я не могу сказать, что я стала вся такая структурированная, и тайм-менеджмент там, например, стал моим вторым именем, но относительно покупок я поняла, что мы вообще делаем хаотичные покупки, нас этому никто не учил, ни в школе, нигде. То есть мы приходим в этот супермаркет голодные, особенно мужчины после работы, это вообще моя любимая тема, когда они нагребают какую-то тушу оленя. Дайте мне три пакета, я же заработала, ну что, 10 гривен не переплачу, не могу позволить себе пакет купить, качественный мужчина купит три пакета, еще и голодный, чтобы туда все положить. Я считаю, что мы всегда берем за основу, что в 80% наших хождений в магазин мы не готовы сделать покупку. Когда мне подруги говорят, мама, например, там домохозяйки, а я не знала, что вот, я не взяла с собой свою многоразовую сумку, потому что я не знала, что я пойду в магазин. Я провела свое социсследование, и теперь я могу сказать, что в 80% женщины не готовы, но в 100% они все равно придут в этот магазин. Покупки бывают не запланированные и запланированные. Запланированные, когда я знаю, что я в конце недели, выходной день, иду, например, на рынок и закупаю вместе с мужем и детьми, и каждый несет по своему росту, весу какую-то корзиночку, какую-то сумочку, торбочку. Я обожаю делать такие закупки, естественно, мы подъезжаем на машине, чтобы нам все это было удобно потом под дом подвезти. Специальные красивые плетеные корзины, где не мнется, ничего, яйца не бьются. Оно все выглядит очень красиво. Еще мой красивый муж идет с этими корзинами, его это возбуждает, ему нравится, что он хорошо выглядит. Все на него обращают внимание. Я тогда заранее всю эту тару готовлю. Тут нужно продумать, что я хочу купить. Я пишу список, и под этот список, что я буду покупать, и куда я это буду складывать. Деньги экономятся при этом? Вот нету вот этих вот хаотичных покупок, которые потом мы выбрасываем на самом-то деле? Да, нет, нет, конечно нет, потому что опять, я же лишний раз не возьму, потому что я эту покупку не смогу переработать. Американка Биа Джонсон, она, например, у себя как бы на своем быту определила, что это до 40% экономии семейного бюджета. Я не могу пока похвастаться до 40%. Моя пока что максимум это 30% экономии семейного бюджета. Я отказываюсь от кулечков, отказываюсь от лишнего, не покупаю столько запакованного. И простые продукты, которые покупают, монопродукты, то есть я стала выбирать монопродукты. Там молоко, крупа, вместо йогурта там молоко или просто кефир. А вот в какой таре вы его покупаете? А тара очень важна, потому что там, кто производитель, экологичный ли производитель, срок хранения, да, и для меня важна упаковка. Я выбираю только ту упаковку, которую я знаю, что могу сдать на переработку. Первое, что самое лучшее для человека, для организма, это стеклянная упаковка. Например, для молока, для кефира. Потому что любой пластик, чтобы не рассказывали, там, этот пластик плохой, тут ядовитый, тут хороший, там, это все. Любой пластик плох для человеческого организма, потому что он входит в физический, в химический контакт с продуктом. Бутылочка нагрелась где-то на солнышке, где-то там возле печки постояла, и уже взаимодействует с пластиком. А вот эта, например, коробочка, которая у нас сейчас есть. Это вот все, что вы тут видите, это то, что я из своего рюкзака взяла, то, что со мной ездит по городу, я, видимо, забываю выкладывать, но оно не помогает мне. Это, я очень люблю хумус, и я пару раз пыталась его сделать, но у меня не получается. И он продается в таких красивых, удобных коробочках с крышечками. И теперь я поняла, что он реально очень прочный, и я, когда детям, например, делаю бутерброд, я уже не покупаю специальные контейнеры, я использую. Если, например, там бабушке мы что-то передаем, мы используем повторно. То есть то, чего я не могу отказаться, я беру это повторно. И если это не запланированные покупки, то тогда снова я могу себя наказать и не взять это. Такая самодисциплина. Да. Zero Waste. Вы об этом сказали, и проект «Зеленые школы» это как раз связан в том числе и с философией Zero Waste. Что такое Zero Waste? Zero Waste – это стиль жизни или ведение бизнеса, когда ты отказываешься от лишнего в своей жизни. Речь идет не только о пластике или каких-нибудь лишних упаковках, речь идет о том, чтобы задавать себе каждый день вопрос «Нужно ли мне это?» «Нужно ли мне за это переплачивать?» И ты таким образом, задавая себе вопрос, становишься осознанным каждый день, каждую минуту. Об этом философия Zero Waste. Чтобы не привносить свою жизнь лишнего и при этом не чувствовать себя ущемленным. То есть ты чувствуешь кайф каждую минуту, понимая, что ты сам принимаешь решения за все свои действия. Вот так вот. Противомаркетинг я идем. Отлично. Вопрос вот на бытовом плане, да, как это выражается. Человек, например, завтра или сегодня хочет стать последователем философии Zero Waste. Что он должен сделать в первую очередь? Он должен, скажем так, сделать ревизию у себя в доме. И что ему делать с вещами, которые будут лишними? Вот как происходит вхождение в эту философию? Ну, наверное, у каждого это разные способы. Кто-то привлекает подружек, кто-то пишет в фейсбуке «Помогите мне». Вот. Ну, прежде всего, нужно быть стопроцентным уверенным, что ты хочешь. Потому что тогда ты понимаешь, что это будет для тебя игра, классный челлендж, а не ты вывалил кучу вот вещей из шкафа и потом туда же эту кучу затихал, потому что ты устал. Вот. Просто понимаешь, что это процесс не прямо сейчас. Вот все, я сразу Zero Waste. Нет, это постепенная игра, это классная игра. И ты просто понимаешь, что это вот я не ношу год, допустим. Просто отдели те вещи, которые ты не носишь год. Отдай кому-то на благотворительность. Это классно, это модно. Ты кому-то уже понял, погладил себя по голове. Уже дополнительный себе стимул. И вот так вот шаг за шагом, просто задавая себе вопросы, где я могу еще попробовать быть более осознанным. Вот так вот. Ну и плюс писать об этом в фейсбуке, я считаю, что это классный ход, потому что ты заявляешь о том, что ты это делаешь, тебя начинают поддерживать, и ты понимаешь, что ты не один дурак в этом мире на самом деле. Насколько быстро растет в Украине вот это сообщество людей, которые вдохновляются примером друг друга и нужно создать некое сообщество? Ну, мне кажется, если честно, мне кажется, это очень медленно растет, потому что... А у меня вообще так очень быстро это происходит. Ну, я хотела сказать сначала очень быстро, потому что я за три года узнала столько всего, потому что примерно тоже три года в этой теме, но потом я понимаю, что люди часто наталкиваются на такие моменты, они хотят что-то делать, они начинают, потом понимают, что мусорные баки забирают машины, и все, что они насортировали, везется на полигон, то есть они ведут без результатных своих действий. И это заставляет опускаться, опускаются руки. Что делать тем, кто хочет, например, начать с сортировки мусора домашнего? Вот несколько первых шагов подскажите, пожалуйста, потому что я понимаю, что там можно углубляться в эту тему очень глубоко, и достаточно все-таки много информации и у вас в школе, у вас в блоге, да, то есть можно в интернете найти информацию, как правильно сортировать мусор, но все-таки несколько практических шагов, как сортировать и куда же его отправлять? Я просто рассказываю своим соседям, ромайдам о том, что давайте просто будем пластик, там банки, склянки сортировать и бумагу. То есть я начинаю с того, что вот просто вот эти вещи будем складывать сюда вот таким вот образом. Здесь оно занимает ровно вот столько места, все. И дальше я смотрю, насколько у людей готовность, как они воспринимают эту информацию, это небольшое изменение, и тогда уже начнем. Либо мы пушим, больше-больше даем им информацию, подкидываем, либо, окей, остановимся пока на этом, пока ты должен привыкнуть. Я предлагаю немножко другой подход, начать с того, что прогуливаясь по своему району, имея детей, собак, или друзей, или парня, девушку, в зависимости от ситуации человека, прогуливаясь, вы внимательно смотрите на предмет, где написано прием вторсырья. Итак, вот я предлагаю начать с этого, окажется вдруг совершенно случайно, люди район открывают по-новому для себя и удивляются, что у них, кажется, это три таких пункта. Есть пункты официальные, как мои любимые Киевместер ресурсы, а есть пункты неофициальные. Ну, как бы, с одной стороны, это плохо, но с другой стороны, это тоже как вариант, куда можно сдать. Далее, вы нашли этот пункт, пункт номер два, что надо сделать в моем списке. Подойти туда, познакомиться с тем человеком, который работает. Это очень важно, потому что там работают специфические люди, которые в этом ларьке чувствуют себя начальником, главным, ну и так оно и есть, они там главные. И спросить. Первое. Что вы принимаете? Какие виды? Он расскажет, какой пластик, какая бумага. Второе. В каком виде? И третье. От какого веса? Потому что, может быть, кто-то принимает только от килограмма. Спрашиваете, ну, это тоже как бы для обычных людей это некий стресс. Вы спрашиваете там, когда работаете, какой график. Можно спросить, когда лучше прийти, когда меньше людей. Это тоже очень важный момент. Вы уже поговорили, вы уже были, вы уже увидели, вы поняли ту атмосферу. Потом идете домой. И когда есть минутка, думаете, анализируете, что из того, что у вас сейчас в мусорнике, вы сможете отделять. Например, да, как Лена говорила, пластик, стекло и бумагу. То, что сказали вам в том пункте. Думайте, куда я могу это сложить. Не надо сразу покупать баки, пожалуйста. Это мне напоминает история про восточные танцы. Я куплю платок, платье, обувь, а потом не перехотела я, а все купила. Просто в пакеты, в обычные пакеты с того же супермаркета начинайте вот эти три позиции отделять. Далее, при наводи, как я люблю говорить. Когда у вас есть время, все совпало, желание, настроение накопилось, идете в тот пункт и сдаете это. Как Лена говорила, все сложилось. Вы получили свои там 10-20 гривен. Гладим себя по голове. Ты крутой чувак, молодец. Если понравилось, продолжаем. Если нет, переживем этот момент и подумаем. Вот я предлагаю такую структуру. Я сама этим пользовалась, как бы для себя разрабатывала это. Почему у меня нет мусорника, я не пользуюсь пакетами. У меня на балконе стоит сортировочная станция. Это один большой коробок картонный. Ну, тоже как вторсырье. В него я складываю спрессованные пластиковые бутылки, стеклянные бутылки. Редко очень пользуюсь тетропаком, но тоже его складываю. Мою обязательно, выпускаю водичку. Вот то, что у меня в том баке накапливается. Оно может жить там 100 лет. Оно не пахнет, потому что оно все вымытое. И оно накапливается. У меня нет три бака, куда отдельно я все складываю. Оно у меня все в одном. Когда приходит время сортировать, я за 15-20 минут разделила, бумагу перевязала канатом. Какой-то кулечек, кто-то все-таки приходит ко мне в гости, приносит все равно эти кулечки. Родители очень любят. Но тоже они там строятся повторно. Пластик, стекло я в сумку многоразовую сложила, в колокольчик выкинула. Единственное, что отдельно я собираю органику. Она мокрая, влажная. Ее я собираю, пока был мороз на балконе. Вот сейчас потеплее будет. Чаще будем ездить на дачу. Я отвожу на дачу. Это как будущее удобрение. Либо, против всех правил, я живу в многоэтажном доме. У меня есть своя клумба. Сейчас это просто оазис. Там у меня органика, компост, личинки, червячки. Там у меня все время птички ходят. А вокруг, знаете, такая голая, лысая земля. А у меня там жизнь бурлит. Я этих ворон отгоняю, потому что мне подруга привезла голландские тюльпанчики. Я их повставляла. Голодные птицы думали, что это вкусная еда. Повытаскивали, выплюнули. Все к ним нравятся голландские птицы. Я их назад заправила. Получается, что мне это ведро не нужно. Соответственно, мусорный пакет забрал. А что вы собираете органику? И опять же, что такое, немножко тут будет непонятно большому количеству людей. Вот остались там остатки еды, например, да? Там хлеб остался, ну, допустим, да? Там что такое органика, какие это продукты? И что с ними делать? Как их хранить? Куда их, ну, собственно, дальше? Органические вот то, что от еды остается, можно условно поделить там на хлеб, какие-то крупы, кашки, которые можно дать птичкам. На, мы не веганы, и у нас есть, естественно, отходы животного, да, там, животных продуктов, то такие вещи снова я стараюсь что-то там, либо отдать тем же там бездомным собакам, но не кости. Кости вообще, на самом деле, все считают, что кости надо давать собакам, это большой вред. Кости, как бы, да, там, можно тоже их закопать. Естественно, это природное, оно со временем исчезнет, с годами, да, там, расслабиться просто в этой земле. Но большую часть отходов это органические растительного происхождения. Очистка от картошки, лука, от компотика, там, какие-то ягодки. Все вот это я как делаю? У меня на столе стоит такой бидончик советский. Еле нашла, они уже не продаются, бабушка мне дала. Я складываю, вот я борщик варю, например, сразу почистила и все кинула в тот бидончик. Бидончик наполнился, я иду на балкон, у меня есть такое большое ведро, как компостно, это обычное пластиковое ведро. Раньше я заморачивалась, там есть специальные компостеры, можно погуглить. И у меня на блоге есть подробно все рассказано, как это делать, какие бывают компостеры. Вот, потом это пересыпается ведро, когда ведро наполняется, я его закапываю на клумбе или на даче. Понятненько. Вы делаете то же самое, правильно понимаю? Нет, я столько и ем. Я столько и ем, да. На самом деле у меня больше, если отходы в органике, то это больше растительные, и у меня есть упоротые друзья, вот они научили меня одной классной вещи. Если ты ешь яблоко, допустим, или съел банан, у тебя есть шкурка. И ты можешь прямо сейчас под дерево закопать. Вот периодически я делаю вот так. Мы же на улице, как мы можем это делать? А потом я понимаю, что если я выброшу банан в общую мусорку, то я сделаю хуже всей экологической системе. И мы периодически делаем подкопы. Вот так вот. В садах, в парках. А в принципе, зачастую делаем так же, как Мариана. Возвращаясь к вопросу про Zero Waste и про газированную школу, у вас буквально уже через месяц состоит событие. Расскажите о нем, пожалуйста. Начнешь? Давай ты. Это отличнейшее событие, очень знаковое. Почему? Потому что внезапно мы подключаемся к мировому движению. То есть, что такое Украина? Это где-то какая-то страна третьего мира. А когда к нам приезжает Беа, ты сразу чувствуешь, вот, вот у нас сейчас все изменится. Мы сейчас все начнем сортировать. У всех станет минимализм в доме и все будет классно. Никакой ерунды в голове. Кто это? Кто это, да? Беа Джонсон, это вообще мама, то есть жрица, ее прям там, я переводила, жрица стиля Zero Waste. Это американка, она сейчас живет в Америке, но она француженка. Она переезжала, ее зовут Беа Джонсон. И однажды, знаете, как американцы переезжают, они там все в контейнер складывают свои вещи. И она переезжала и поняла, что, в принципе, те вещи, которые в контейнере, они ей не нужны. Таким образом, она вышла на этот стиль. Вообще, на самом деле, Zero Waste, ноль отходов, это вышло еще от производства. В свое время Тошиба использовала эту методику для того, чтобы прийти к нулю браком при производстве. А Беа Джонсон, она эту идею взяла и привнесла в быт. И ее проект Zero Waste Home, то есть ноль отходов в семье. И она начала, ну, в принципе, да, то, что каждый из нас в свое время проходил, она начала думать, что я могу уменьшить, что я могу не использовать, не купить. И таким образом она создала эту философию именно в быту. И она начала страшнейшим образом заражать других людей с разных стран. Она стала мотиватором для создания того, чего сейчас у нас в Украине хватает, магазинов Zero Waste. Это что означает? Что вам не надо, как сайгаку, бегать по обычному супермаркету, бороться там за кульки. Ты приходишь в магазин, где тебя уже знают или познакомятся, но эти люди обслуживают вас без тары. То есть вы приходите со своими баночками, мешочками. На мешочке может быть написано, например, мой мешочек, там 36 грамм. Вы просто сами написали один раз там, ручка 36 грамм. Вы приходите на кассу, насыпали себе, что вам надо, взвесили. На кассе уже человек отнимает ваши 36 грамм и обслуживает вас. Это очень круто. Пока что у нас, по-моему, только в Ужгороде, вот недавно СМИ подхватили. То есть в Ужгороде есть такой магазин. Пусть их становится больше. И тот факт, что Биа Джонсон, это страшный секрет, но она, это от нее исходило. Мы бы, конечно, очень хотели. Я лично как автор проекта Zero Waste Ukraine, который все это надевал на нашу философию, на наш менталитет, на наше советское прошлое. Потому что американки одноразовые женские, многоразовые женские прокладки воспринимают как вау, это же круто, давайте вернемся в наше советское страшное прошлое, и у нас просто начинаются там судороги. Все это, там, например, я адаптировала под наш менталитет. Конечно, я бы хотела очень там, мечтала, но когда мы поняли, что и она хочет к нам приехать в Украину, и мы хотим этого, это было просто невероятно, и вот она 12 мая, мы готовимся, у нас очень много задач стоит, потому что стиль Zero Waste начинает вот за последнее время очень сильно активилась, там, во Львове провели Zero Waste Fest, разные инициативы, проекты, даже уже там чуть ли не на государственном уровне начали, там, все начали Zero Waste, потому что поняли, что это тренд, его подхватили. Супер молодцы, мы будем отслеживать, чтобы это было в чистом, в чистом виде, не только в плане пиара, и мы подумали, что будет неинтересно, наверное, если просто приедет Бе и выступит, расскажет своему, оно очень интересное, просто в нетерпении, чтобы пообщаться с познакомцами, и мы решили, что давайте тогда сделаем полноценный лекторий, да, вот, и наберем спикеров. Да, то есть у нас практика зеленой школы такова, что мы собираем несколько классных спикеров в один день, и все в течение часа рассказывают о своем проекте, о своем опыте, отвечают на вопросы аудитории, и происходит вот такой вот обмен экспертностью и актуальностью, потому что не всегда ты, когда в своем вопросе, ты не всегда понимаешь, с чего хочет от тебя аудитория, и иногда уходи в сторону. Но наши встречи на зеленой школе, они как раз позволяют понимать, чем дышит аудитория. Вот, и у нас на лектории будет семь, представлено семь украинских проектов, это топ-спикеры, топ-проекты, которые действительно живут по зеро-весту, пусть где-то не стопроцентно зеро-весту, но мы пока не можем к этому прийти, нужно понимать, что идеальность, она хороша, но лучше делать что-то каждый день понемножку, но все равно идти к этому. И у нас будет семь классных проектов, один из них Мариана, и мастер-класс проведем, где мы хотим сделать рухомый мастер-класс по еднатым активной психологической практики и лайфхаки зеро-веста, чтобы это хорошо легло в голову, это был реальный квест, реально какое-то задание. После этого у нас будет выступление Б, часовая лекция, ответы на вопросы, презентация книги с украинским переводом и автограф-сессия. Здорово. Здорово, почитать можно в фейсбуке, я так понимаю, найти в гугле, да? Да, это мероприятие называется Zero Waste. Иван Теренс Беа Джонсон. Здорово. Лен, в преддверии мероприятия, помимо зеленой школы, кто является сорганизатором мероприятия, вопрос в том контексте, как быстро и широко растет армия единомышленников людей, поддерживающих Zero Waste. Я хочу сказать, что зеленая школа на самом деле это не инициатор этой идеи. Беа Джонсон связалась с Марианой и девчонками из Zero Waste Shop Озеро. То есть изначально эта идея про это мероприятие пришла вот со стороны Zero Waste Ukraine. Марианна ведет этот проект Zero Waste Shop Озеро и потом присоединилась зеленая школа, чтобы провести, организовать это, привлечься в нашу аудиторию. Что такое Zero Waste Shop Озеро? Zero Waste Shop Озеро. Девочки занимаются продажей продукции, которую не нужно утилизировать. То есть это максимально натуральные продукты, у которых упаковка, которым не нужна упаковка. А это интернет-магазин? Это пока интернет-магазин, да. То есть его тоже можно найти через Google по названию? Да, это можно зайти к нам на мероприятие, на нашу основную страничку, допустим, зеленой школы и увидеть ссылочку на них и кликнуть. И на завершение нашего разговора хотела спросить, что вы принесли какие-то красивые вещи. Расскажите нам, пожалуйста, что это. Это апельсинки. Ну, еще красивые вещи лежат на столе. Такая... Один молодой человек настолько был вовлечен в то, что мы сегодня говорили, что ему просто проштырило. И после многих лекций, которые он послушал, и моей, когда я рассказывала, что в чем проблема? Люди всегда забывают сумку. На кассе, стоя, уже с корзиной вещей, человек думает, Фемен Семенович, у меня же дома 10 сумок многоразовых. Но, если это мои друзья, она не видела так. Реально, извини. Дайте вот тот пакет там на 5 килограмм. Я говорю о том, что если сумка будет красивая, она будет настолько возбуждать человека, что он ее не забудет. И один молодой человек, Александр Тихомиров, взял и за полгода создал бренд, который называется Egg Green. И он создал эти шоперы и мешочки, они многоразовые. Мы посчитали, что одна такая сумочка заменяет человеку тысячу пакетов. Давай посчитаем, один пакет стоит 3 гривны. 3 тысячи рублей, 3 тысячи гривен заменяет одна эта сумка. Она сшита таким образом, что все швы, все рассчитано, технология пошива и ткань, рассчитано на то, что ей пользоваться будут не меньше трех лет. Ну, естественно, там не рвать, не резать ее ножницами, там не тягать ее по стеклу битому. Но, в принципе, и еще мешочки, которые заменяют маленькие полиэтиленовые пакеты. Они также многоразовые, они легко стягиваются, они удобно сворачиваются. Но самое главное, что те люди, которыми им пользуются, они их не забывают, потому что, когда ты на кассе складываешь вещи, вокруг тебя идет такая волна, а потом идет у вас такая красивая сумочка, там, класс, да, это моя. И тогда человек идет и думает, блин, я же реально круто, это же круто. И поэтому на следующий день, зная, что вы пойдете в магазин, вы не забудете ключи, телефон, кошелек и свою многоразовую сумочку, которая компактно складывается в ваш рюкзак, там, вашу какую-то другую. Даже, я проверяла, мужчины в свои вот эти вот маленькие сумочки легко складывают эти штуки. Именно такие штуки, именно вот это ощущение такого типа крутости, класс, я молодец, срабатывают лучше для того, чтобы люди не пользовались пакетами одноразовой тары. Спасибо огромное, спасибо за беседу, я думаю, что у нас еще будет много бесед, где мы сможем, и вы сможете нам рассказать о каких-то более таких глубинных лайфхаках, да, для там людей второго уровня, третьего уровня познания этой жизни и так далее, бесконечности. Поэтому спасибо большое, большое вдохновение и увидимся на ваше мероприятие. Спасибо. 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 Спасибо.